Hi again! Смотрите, у вас в учебнике grammar check в Spotlight 8, да? И по каждому модулю там есть проверка. Поэтому давайте, не отходя от кассы, так сказать, после окончания каждого модуля, посмотрим, что же мы вспомнили, запомнили, или выучили, или повторили по грамматике. Здесь очень мало, конечно же, всего один разворот. Я вам говорила уже, по грамматике надо хотя бы там целый раздел в раундапе пройти на конкретную тему, чтобы чувствовать себя уверенно. Но, тем не менее, давайте, вам это часто задают. Module 1. Present tenses. Настоящие времена. Complete the questions, then answer them about yourself. Завершите вопросы, потом ответьте на них о себе. Не сказано, ответьте устно или письменно, но хотя бы устно мы ответьте. Итак, what you do tonight? Что здесь? Скорее всего, здесь what are you doing tonight? Но мог бы быть вполне себе вариант what are you going to do tonight? То есть, are you going, собираешься сделать сегодня вечером? To do тоже может быть в себе даже хороший вариант. Ну, про планы, скорее всего, вот это вот будет у вас. Вот, то есть, present continuous. What are you doing tonight? Tonight, I'm staying at home and watching an interesting DVD. Не знаю, что-нибудь придумайте. Или tonight I'm staying at home and learning English, and planning to learn English, of course. Если бы уже это запланировали, да? I'm staying at home and learning English, или I'm staying at home to learn, для того, чтобы учить. Окей, next. At your friend's house this weekend. На этих выходных. Наверное, это уже про запланированное действие. Are you staying? Ты останавливаешься. At your friend's house. Друзей на этих выходных. В их доме остановишься пожить. Но, опять же, никаких проблем сказать Are you going to stay at your friend's house this weekend? Я вам даже больше скажу. Могло бы быть и Will you stay at your friend's house this weekend? Потому что у нас нет контекста. И получается, что у вас и present continuous может быть, и выражение вот это to be going, в present continuous, да, может быть здесь Are you going to stay at your friend's house this weekend? И даже просто future simple. Если поместить его в нормальный контекст, чтобы там был именно намек на future simple. Will you stay at your friend's house this weekend? Тоже могло бы быть. Ничего там страшного в этом нет. Ну, может быть, по контексту этому, который у нас всего-то здесь weekend, может быть, вот это у вас тоже будет. Умейте понять, почему там несколько вариантов. Я вас к этому призываю, да. Понимаете, что не бывает однозначного, не всегда, точнее, бывает однозначный ответ. И умейте это отстоять в школе, умейте спросить, уточнить, а может быть, здесь и так еще и так могло бы быть, чтобы вас не, скажем так, не обрубывали резко, что, а, здесь только вот так и все. Нет, умейте мыслить шире, пожалуйста. Вот здесь вот живут с вами. Возможно, do your grandparents live with you? Ну, а если бы это было в контексте are your grandparents living with you в этом сезоне, в этом году, обычно они живут, но вот на зиму теперь они с вами живут, мог бы быть и present continuous. А пока у нас как бы больше всего вероятность, скорее всего, что present simple, но present continuous очень даже мог бы быть. Так, ну если постоянно ответ no, they don't, или yes, they do, они живут с вами, или only my grandma lives with me, только моя бабушка живет с нами, да. Тут в зависимости от вашей ситуации вы по-разному можете дать ответ. Так, your teacher gave you a lot of homework. Ну, вот здесь больше всего похоже, что постоянно. Вот здесь вот больше всего does your teacher give you a lot of homework. Ну, опять же, пишем как present simple, да, большая вероятность. Но, is your teacher giving you a lot of homework? Homework тоже очень даже ок. Например, в этой сессии, в этом семестре, в этой четверти, вот в данный момент вам дают много домашки, потому что у вас там, может быть, экзамены вам предстоят. Ну, понимаете, да, что... Фраза вырвана из контекста. Оставляем вот этот вариант. Так, your school of after school. Вот здесь, в принципе, да. Does your school... А твоя школа вообще предлагает какие-то after school activities, послешкольная деятельность какую-то, то есть какие-то кружки. Вот здесь, скорее всего, present simple. Здесь меньше разлета для фантазии. Хотя, смотри, какая фантазия. Итак, how long... For how long ты уже изучаешь английский? Наверное, how long... Здесь вот уже более-менее однозначно. Have you been studying... Как долго ты уже учишь английский? Поэтому здесь present perfect continual. Стандартный вопрос при how long. Да, как долго вы уже что-то делаете. Помните, что... Почему не делали? Можно же и в прошедшем сказать, как долго вы уже что-то делали до того, как что-то другое. Помните, у нас present tenses, да, тема. Вот. Think about learning a new foreign languages. Сейчас ты подумываешь о том, чтобы изучать новый иностранный язык. Кстати, мысль. Да, всегда лучше парой учить. Если вы хотя бы раз уже влезли в английский, вы тогда слегка и немецкий подхватите, и любую другую группу германских языков. Да, не только германский, и испанский хорошо пойдет. Так. Здесь... Are you thinking? Лучше всего, потому что... Do you think about? Это что ты в принципе думаешь. А здесь вот планируешь ли ты изучать новый иностранный язык? Здесь, наверное, вот present continuous. Are you thinking about learning a new foreign languages? Ты подумываешь о том, чтобы начать изучать новый иностранный язык? Когда-либо ты встречал? Have you ever... Тут уже более-менее однозначно. Have you ever met a pop star за свою жизнь? Да, здесь present perfect. Весь период своей жизни имеется в виду. В общем, как-то так. Давайте дальше. Второе. Ask your partner about his or her habits. Спроси своего напарника о его и ее привычках. Use adverbs of frequency. Используй наречие частотности. Tell the class. И скажи об этом классу. Итак. How often do you... How often do you go to parties? Готовый вопрос. How often do you meet your friends? Тоже готовый вопрос. How often do you go to the cinema? How often do you watch TV by yourself? Как часто ты смотришь телевизор сам. How often do you go to the park? How often do you play video games? Как часто ты играешь в видеоигры, ходишь в парк? How often do you eat at your friends' houses? Как часто ты кушаешь в гостях у друга? How often do you go out with your brother or sister? And how often do you spend time with your parents? Как часто ты проводишь время своими родителями? Это все вопросы, когда у вас вопрос на you или I, на любой вопрос... На любой вопрос. Если у вас дан уже инфинитив, то у вас уже готовое предложение. Do показывает или does, кому вы обращаетесь, а потом только инфинитив, поэтому здесь уже все готово. Главное уметь ответить. Kate rarely goes to parties. Это вам надо либо придумать, либо действительно ответы собрать и написать. She often meets her friends. Катя, Kate редко ходит на вечеринку, она часто встречается со своими друзьями. Нам надо главный ответ создать. Address of frequency используя. И в третьем лице. Помните? Your partner. Поэтому, если даже вам создадут это на homework, домашку делать это все, делать письменно дома, то, скорее всего, попросят в третьем лице. Давайте про него уже продолжать. Go to the cinema. Например, she never goes to the cinema. Sometimes she watches TV by herself. Ну, или she sometimes watches TV сама. By herself. Не забываем менять. Там у вас же было yourself. Как тебе вопросы задавали, когда на ты и к другу обращаетесь, да? А про него, про неё отвечая, у вас будет либо him, self, внимание, не забудьте, он сам, либо her, self, она сама. Так, go to the park. She, нам тут просто писать некуда. Давайте здесь Kate. Kate often goes to the park. She likes walking, да? Она любит гулять, водить пешком. Kate often goes to the park. Kate never plays video games. У неё есть дела поважнее, например, испанский учить. Так. Eat at her friend's house. She rarely, она редко. She rarely eats at her friend's houses. У своих друзей на дому, да? And she often goes out with her brother. Пусть у неё будет один брат. And with her parents. Сколько она проводит время? Наличие частоты у нас often есть, rarely есть. Мы seldom не используем. Она редко проводит время с родителями. She seldom spends time with her parents. Я надеюсь, вы поняли мои каракули, да? Если надо будет это написать предложением текстом, просто вот это всё подряд запишите. Ваши варианты приветствуются. Мы про Катю написали, тут придумали целую историю про неё. Третий. Put the verbs in brackets into the present simple or present continuous. Итак, я тут подумываю. I'm thinking of buying a new camera. Yeah, I think. Думаю, это прекрасная идея. Здесь выражаем просто мнение, поэтому present simple. That is a good idea. На что ты смотришь? Значит, сейчас смотришь. What are you looking at? These photos. The place looks very familiar. Это место выглядит очень знакомым. Familiar. Помните, familiar – это не фамильярный. Нет, фамильярный в русском имеет совсем другое значение. Тот, который вам тыкает или который ведёт себя так, как будто он вас знает. От слова family, да, знакомые, близкие. Familiar – это именно знакомо. Это место выглядит очень знакомо. Так, ну это слово мы разбирали уже давно. Так, третье. Почему ты пробуешь еду? Вопрос на you, поэтому явно здесь continuous, потому что пробуют ее. Why are you tasting the food? I want to make sure it tastes delicious. Я хочу удостовериться, что на вкус она великолепна. Ну, перед тем, как подавать на стол, да. Иметь на вкус present simple просто. Ты сейчас кушаешь? Are you having lunch now? No. У меня есть. Здесь просто. У меня есть. I have a sandwich in my bag to eat later. Бутерброд в сумке, который я позже съем, чтобы позже скушать. Это просто present simple. Здесь have lunch входит в состав выражения обедать, поэтому спокойно having можно растянуть в continuous, да. Зачем ты, почему ты нюхаешь этот цветок? Why are you smelling that flower? Чтобы посмотреть, как он пахнет. To see how it smells. Тот же самый случай. Здесь про разность в значении глаголов look, taste, smell. Когда либо вы сами это делаете, либо оно имеет вкус, оно пахнет, да. На этом мы все тоже в грамматике проходили. Дальше. Четвертое. Put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous, present perfect, present perfect continuous. Короче, вся линейка present времен. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Все. Greetings from London. Приветствую вас из Лондона. С любовью, Дженни пишет. The weather here is fine. Right now. Она сидит прямо сейчас. I'm sitting, в 2МТ, in a cafe right now with Jill. She is drinking. Она сейчас пьет a hot cup of English tea, горячую чашечку английского чая. Мы тут уже разговариваем since morning. Наверное, мы разговаривали. We have been долго все это время. А, уже walking, не talking. We have been walking. Мы гуляли since morning, с самого утра. So now we feel really tired. Или are feeling. Помните про feel? Про feel. Hurt, болеть. Эйк, болеть. Когда вам больно. Можно и present simple, и present continuous. Смысл тот же. Он все равно больно. Вы все равно себя как-то чувствуете. Поэтому можно сказать now we feel really tired. Или now we are feeling really tired. Умейте это отстоять. Узнайте, куда сослаться. Всегда вы должны уметь показать, что вы знаете, почему вы так пишете. Почему вы два варианта выбираете. Или три даже. Так, здесь мы we are having a great time. В данный момент проводим. Здесь прекрасное время. Мы остановились. Значит, we are staying. Значит, там до сих пор. We are staying in a nice hotel in the heart of the city. В сердце города, в центре города. Каждое утром просыпаемся рано. Значит, просто we get up early every day. And spend most of our time sightseeing. И проводим большую часть времени за прогулками, за наблюдателями. Достопримечательностями. Так. Мы уже навестили. Значит, we have already visited the Tower of London and London Dungeon. Подземелье лондонское. London Dungeon. Такая вот выставка. Так себе выставка. Ну, в общем, такой погребок, куда вы там входите. Там разные штуки страшные смотрите. Данчин – это дословно подземелье, вот эта темница. Темница, да. We mean to visit madame Tussauds, but not able to make time to visit it yet. Мы намеревались, наверное, навестить madame Tussauds. Вот это Tussauds, да, не читается во французском, а вот это читается как O. Получается Tussauds, не Tussauds, да, Tussauds. Но мы еще не make time, не нашли время, сделали время, чтобы ее посетить. Так, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь несколько вариантов. Мы намереваемся посетить? Мы намеревались? Или мы вот намеревались, но только еще тут вот mean можно и просто mean. Я бы сказала, и meant можно. We meant to visit madame Tussauds, but we not be able to find it. И we have been meaning, мы вот это все время намереваемся, собираемся посетить. Я не знаю, тут как бы однозначно, я вам не могу сказать, что какой-то один правильный. Так. We mean to visit madame Tussauds, but we meant to visit madame Tussauds, but we... Вот тут более понятно, еще мы не успели not be able to, значит, ваш глагол быть, we haven't been, а потом прилагательное, бла-бла-бла, оно не меняется, able to make time to visit yet. Но мы пока еще не были в состоянии найти время, чтобы, в принципе, посетить ее. We haven't been able to make time. Как это написать, чтобы вы поняли? Так. We haven't been able... Ну, to make тут у вас есть, два раза, то вам не надо. Окей. Later tonight. Сегодня позже. Позже сегодня вечером. We are going, наверное, going to the theater. London is a wonderful city. Окей. Ну, дорогой, берите с собой много денег. Вместе с Планируйте London даже просто так погулять. I'm looking forward to showing you all my photos. I'm looking forward, наверное, лучше. Я с нетерпением жду к тому, чтобы показать тебе все мои фотографии when I get home. После when, after, before. Вот это все, что про будущее. Здесь, на самом деле, настоящее в английском, помним, да? Когда я вернусь домой. Они говорят, когда я возвращаюсь домой. Love, Jenny. Ну, вот так вот. Есть несколько вариантов, когда и так вот в этих предложениях, когда могут быть два варианта, а то и даже три. И однозначно я не буду вам говорить, что только так правильно думайте. Имейте в виду, что может быть и так, и так. Итак, past simple, past continuous. Теперь у вас прошедшие времена. Вы сравниваете. Put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous. Прошедшие простой или прошедшие длительный. Здесь более мне должно быть понятно, но тем не менее. Поехали. What yesterday afternoon? Что ты делал вчера именно в конкретное это время? Значит, это вопрос скорее как alibi question, да? Вопрос про алиби. Так, в кавычках. То есть в точно указанное время, вот в что вчера ты был делающим. Как будто фотографию сняли, да? Вот чётко из прошлого и такая вот у вас запечатлено там. What are you... Господи, мы же прошедшие пишем. What were you doing at five o'clock yesterday afternoon? Именно в этот момент, что ты был делающим, не что сделал, да? И я был имеющим... I was having basketball practice. У меня была тренировка по баскетболу. Вот это выражение practice, это и есть как раз наше слово тренировка. Football practice, basketball practice. У меня была тренировка по баскетболу. Что случилось? What happened? Я как раз шёл... I was walking down the street, вниз по улице. Ну, по улице. When I slipped... I должно быть здесь, да? Когда я поскользнулся... Очнулся, гипс. When I slipped on a banana skin, banana peel. Наверное, лучше, что скин, это больше про кожу человека. And fell down. Я поскользнулся и упал. Так, дальше. Новых людей на вечеринке. Yes, Tom meet all his friends. Ты познакомился ли ты? Ну, здесь такое, смотрите. Здесь может быть и... Did you meet? Any new people at the party? Каких-то встретил новых людей? И могла бы быть ситуация, когда... Were you meeting? В тот момент, как бы ты каких-то там новых людей встречал? Не встретил, а именно встречал. Yeah. В том смысле, что не зря сходил на вечеринку, или все те же люди были, или кого-то нового там видел. Yeah. Tom introduced me to all his friends. Да, Том меня предстал всем своим друзьям. Поэтому вот здесь вот я бы вам сказала, что мог бы быть ещё вариант... Were you meeting any new friends? Any new people at the party? Так. Где вы были? Where were you last night? Я пытался позвонить, но никто не отвечал. I tried to call you. И, кстати, могло бы быть и... I was trying to call you, but there was no answer. Я как бы весь вечер, да? I was trying to call you весь вечер, если подразумевать вот это вот. I'm sorry. Как только... As I came back home... А, нет, здесь он не когда пришёл, а когда шёл, наверное. I met Jane and we had a dinner night. И чтобы получилось, что пока шёл домой, её встретил. Вот. As I was coming back home, I met Jane. Тогда это имеется в виду, что тут пока шёл, он её встретил. Если мы напишем As I came back home, это будет как только он пришёл домой, запятая, потом он встретил и Джейн. Это разное значение, да? And we had dinner together. И мы вместе поужинали. И этим как бы он объясняет, что его не было дома. А может быть, и могло бы здесь ещё быть. And we were having dinner together. И мы как раз вместе ужинали. И тем самым я как бы не слышал, когда ты звонил. Ну вот вам яркий пример, что и так, и так. What were you doing when we called you here? Тут более-менее однозначная вот эта схема, вот эта. I got ready to go out. А, я как раз собирался. Значит, I was getting ready to go out while Jane... В то время как Jane... Нет, здесь вот эта схема. В смысле, в вопросе вот эта схема, а в ответе вот эта схема. Параллельно. While Jane was finishing her project. Я как раз собирался выходить, когда... А в то время Jane как раз заканчивала свой проект. Окей, когда ты... Where? Где ты встретил Джоша? Ну, если тут просто про факт. Where did you meet Josh? Я как раз делал покупки. I was doing my shopping when he entered the shop. Когда он вошёл в магазин. Здесь по контексту лучше по simple. Вот такие пироги. Запомните только то, что единого правильного, только одного правильного ответа было. Скорее всего, нет. Скорее всего... Бывают случаи, когда... Да, он один. Но, понимаете, язык это не математика, и в разном контексте может быть и то, и то. Вот это вы должны вынести. Так. Who told you about the surprise birthday party? Кто тебе рассказал, да? Об этом? Вечеринки-сюрпризе. No one? Никто? Шон как раз об этом говорил. Возможно, вот так. Was talking to Pat on the phone about it, and I heard him. Шон как раз говорил об этом, и я его услышал. А может быть, ещё вам скажу, может быть, и вот так просто. Том об этом. Шон talked to Pat on the phone. Шон поговорил, а я услышал. Тогда здесь говорящий утверждает это просто как... Вот одно действие, вот другое действие. Он не хочет подчеркнуть, что вот это длилось, и в этот момент я его услышал. Понимаете? Тут всё очень tricky. No one? Ну, Шон was talking лучше, конечно, наверное, сейчас в этом контексте. Но я вам просто привожу, что бывает, и мог бы быть и другой вариант. Так. Would the verbs in brackets into the past simple or the past continuous? Опять же, это же. Dear Susie. Мыло моё сьюзи. Да. I hope you are well. Я надеюсь, ты в порядке. I'm having a great time at college. Я прибыл early on Saturday morning. Значит, I arrived. Рано прибыл в субботу утром и сразу же вселился into my room straight away. Straight away. Прямо сразу вселился в мою комнату. Many other students прибыло, наверное, arrived at the same time. Или were arriving at the same time. пребывали в одно и то же время. А, ну здесь, наверное, всё-таки, что просто прибыли, и мы... Идёт перечисление действий. And we went out together for a coffee. Да, здесь в том смысле, что вот это случилось, and... и вот это случилось. Потому что можно же описать, и что в тот момент как раз прибывали другие студенты, тоже себе могло быть. тогда это будет фоновым действием, да? Great times are past. We were having a great time. Отлично. Проводили время и не заметили. So we didn't realize. Мы не осознали, что два часа уже прошло. Lectures started last Monday. Лекции начались в прошлый понедельник. And I was a bit nervous. Я немножко нервничала. I think I'm going to enjoy it here. Мне кажется, мне здесь понравится. I'll write again soon. Love, Diane. Ну, вот у меня так получилось. Expressing future actions. Как мы выражаем идею будущего? Через, опять же, либо просто future simple, либо present continuous. Вот он, will. Они пишут with will, но это future simple. Вы, надеюсь, понимаете, да? Fill in the gaps with will. Be going to. Это конструкция. Обычно она в present continuous используется. I'm going, you are going, he is going. Короче, берётся просто слово go и оно ставится в present continuous. А получается уже конструкция быть идущим, что-то делать, то есть собираться, что-то делать. Или просто present continuous от глагола. And the verben breakers as in the example. What do you plan for the weekend? I'm going to visit my grandparents. Или могло бы быть ещё что? I'm visiting my grandparents. Когда ты уже запланировал, уже чётко знаешь, что едешь к бабушке, к дедушке. Так. Have you booked your tickets yet? Yeah. I'm... Тут вот точно запланировал. I'm flying to Madrid next Saturday. В следующую субботу лечу в Мадрид. Have you tidied your room yet? Ты уже убрал в комнате. No, but I promise I'll do it later. Здесь подсказка в слове I promise. Are you going out tonight? Yeah. I'm seeing... Он уже об этом знает. Harry Potter at the cinema. Он будет смотреть Гарри Поттера в кинотеатре. Are you going shopping? Yeah. I'm going to buy... Можно. I'm going to buy some apples and cheese. Потому что он уже знает, что идёт за покупкой. Значит, он уже запланировал. То есть я собираюсь купить apples and cheese. Намерение, точнее, высказывает, да? Does your back still hurt? Твоя спина до сих пор тебе болит? Как бы больно. Yeah. И завтра I'm seeing... Уже запланировал. My doctor tomorrow morning. Can I speak to John, please? Just a minute. I'll get him for you. Вот оно, решение, принятое на месте. И я сейчас вам его достану для вас. То есть переведу звонок, да? Или, короче, get him for you. То есть приведу вам его. Если это по телефону, то... Ну, тут скорее вживую. I'll get him for you. Вызову вам его. I haven't seen Peter for months. Не видел Питера месяца. Несколько месяцев. Actually, I am later today. Я его как раз встречаю. I'm meeting him. Я с ним сегодня договорился чуть позже. Сверетиться. Why don't you join us? Почему тебе к нам не присоединиться? He doesn't look well. Yeah. He's going to faint. Ага, он собирается упасть в обморок. Мы это видим по его виду. He's going to faint. The faint слабеть, ослабевать, падать в обморок. Your car is really old. Странный пример, если честно. Ну, ладно. Ну, в том смысле, что вы по внешнему виду человека должны догадаться. Да, он сейчас собирается упасть в обморок. Просто такое обсуждение, как будто... Идите ловите, ему помогайте, да? Ладно. Your car is really old. I know. And I'm going to buy. Или I'm buying a new car next month. Или I'm going to buy. Собираюсь купить. Тут без разницы. Намерение выражено. Если он I'm buying, это он уже запланировал, может быть, уже и задаток оставил там, да? По контексту мы опять же этого не видим. Восьмое. Use the verbs to complete Kate's diary for next week. Then ask and answer questions. Используй глагол, чтобы завершить дневник Kate на следующую неделю, потом задай и ответь. Так. Have, buy, see, pick up, pay. November. Вот у него на ноябре. Monday the 12th. На 12-ое. Phone bill. Наверное, оплатить. Pay. Оплатить. Билл – это счет за телефон, да? Tuesday the 13th. Забрать, наверное, dry cleaning. Сухая чистка. Забрать что-то с химчистки. Pick up. Dry cleaning. Она по dry cleaning понимает свои вещи уже от dry cleaning на е, которые, да? Wednesday the 14th. Birthday gift for Jane. Наверное, купить. Birthday gift for Jane. Thursday the 15th. Увидеться с донтистом. В смысле, пойти на прием. And Friday the 16th. Have dinner with Jane. У нее обед с Jane. И вот теперь, собственно, вопросы. Monday dry cleaning. Is Kate picking up her dry cleaning on Monday? No, she's paying her phone bill. Понятно. Понятно, что надо делать? Пишем. Что во вторник она Jane видит? То есть, is Kate having dinner with Jane on Tuesday? И мы отвечаем, no. Что там она во вторник делает? She's picking up Monday Tuesday dry cleaning. Наверное. Хотя, сейчас подумаем, dry cleaning – это уже в ответе, да? Смотрите, если смотреть на их пример. Monday Tuesday Jane dry cleaning. Наверное, в ответе надо использовать… Да нет, все правильно. On Monday dry cleaning. А потом в ответе отвечать, что на самом деле. Мы же так и спросили. Kate having dinner with Jane on Tuesday? No, she is picking… На самом деле, she's picking up her… А то у меня dry cleaning сбило с толку. Что нужно, там уже было dry cleaning. Нет, она забирает свое dry cleaning. Все, третье. Is Kate paying her phone bill on Wednesday? Короче, будем сокращать. В среду. Now, в среду что она делает? She is buying a birthday gift for Jane. Короче, she is buying a birthday gift for Jane. Четвертое. Thursday gift. Is Kate… Четверг. Ну, вот это все. Is Kate buying a birthday gift for Jane? On Thursday. Короче, мы можем просто это написать. Это немножко нудно и это, но давайте уже допишем. В четверг. On Thursday. No, she's seeing the dentist. No, she's seeing the… Ох, и почерк у меня. Да, я знаю. The dentist. Пятое. A Friday dentist. Is Kate seeing the dentist on Friday? Мы уже выучили ее график, сколько же можно. No, she's having dinner with Jane. Фух. Так, ладно. Устно-то намного быстрее, понимаете, да? What are your fixed arrangements for next week? Write sentences. Еще про себя написать, да? Каковы ваши fixed, уже утвержденные договоренности, как бы, arrangements, приготовления на следующую неделю? Write sentences. В общем, что-нибудь напишите. On Monday, I'm doing it at all. On Tuesday, I'm seeing my friends. On Wednesday, я… Ну, понятно, да? Next week тут на всю неделю или только на weekdays, на рабочие, на workdays или Wednesday. В смысле, выходные тоже надо. Ну, наверное, обойдемся пяти. On Thursday и on Friday, просто про свои планы. I'm visiting my grandparents. I'm seeing my friends. I'm going to the theater. I'm walking in the park. С пяти до семи там. I'm… что там еще делаю? I'm watching a football match. Ну, в общем, какие-то действия, действительно, которые, возможно, вы и делаете, и собираетесь делать. Или включайте imagination и вперед. Comparisons, сравнение. Put the adjectives in the right form to complete the sentences. Поставьте предлагатель в правильный форме, чтобы завершить предложение. Who is your best friend? Наверное, имеется в виду. Jane, she's two years younger than me, and she's the most, наиболее sensible, разумная person I know. I've never met a duller, более скучную персону, чем Стив. Well, he thinks he's, самый, he's the funniest, and he's the funniest, and most… Два раза за не будем повторять. Да, я два раза не повторяю, не повторяю, потому что вот у вас уже одно за есть. And the most creative person in the world. John is a lot friendlier than Paul. Friendlier, более дружелюбный, чем Пол. Намного более дружелюбный, чем Пол. True. Пол is in his family. Наверное, самый, the most selfish, наиболее эгоэстетичный person in his family. He's also more stubborn than… Он более упрямый, чем мул. More stubborn than a mull. Мул – это такое животное, смесь donkey и horse, лошадки с овечкой, овечкой, господи, сусликом. Короче, одно из… Гужевое, как оно называется, которое грузы таскал, мул. Так, считается, как бы, примером упрямства. Choose the correct word. That's really nice of you. I owe you one. Это действительно мило с твоей стороны, я тебе должна. Что имеется в виду? Я должна тебе одну, одну. Favor. Скорее всего, имеется в виду, конечно же, favor. Услугу вы оказали, вам оказали, вы теперь… I owe you one. Я тебе тоже должна теперь услугу. Ну, теперь я тебе должна. Спасибо. Quite здесь не будет по смыслу. Довольно-таки мило с твоей стороны. То есть вам что, еще мало? Вам помогли, а вы еще… Ну, это довольно-таки мило. Ну, мог бы и лучше, да? Нет. That's really nice of you. I owe you one. Being a doctor is a quite stressful job. Довольно-таки stressful. Pretty stressful, кстати, тоже могло быть. Тут по смыслу не совсем адекватно. Being a doctor is a quite stressful job. Ну, я бы quite выбрала. Но теоретически pretty stressful, то есть very stressful job, когда вы хотите сказать. His test was a bit good on the whole. Не, a bit не может быть. A bit good немножко хорош on the whole в целом. His test was pretty good on the whole. Довольно-таки хорош, когда вы хвалите. То есть очень хорош. Он the whole в целом, его тест был неплох. He is quite… Или a little young, although he looks old. Он довольно-таки молод, хотя although он выглядит старше. A little young сейчас точно не годится. Так, he is quite young. I can go on working. Я могу продолжать работать. I'm only… Я всего лишь a little tired. Немножко устал. Здесь по контексту понятно. А вот про доктора being a doctor is a pretty stressful job. Хотя, есть у меня одна догадочка. Конечно же, Вера Борисовна, куда ты смотрела? Там же есть артикль a pretty stressful job. Вот нам подсказка. Потому что перед quite артикли обычно не ставятся. Наверное, все-таки pretty. Да-да-да. Вот мой ларчик просто открывался. Так что, ребята, наблюдательность и внимательность. Все, сделали. Сделали. За 35 минут уложились. Весь разворот проработали. Теперь, ну все, пока-пока. Увидимся на втором модуле. Ну вот. See you there. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok